В центре города, на Первомайской улице, работники библиотеки имени Якуба Колоса организовали литературную масленицу. Представляя таким образом народную традицию, библиотекари не забыли и про главный атрибут праздника – блины, которые, конечно же, приготовили сами. Всю неделю отдыхаем, всех блинами угощаем, холод зимний провожаем, а весну с теплом встречаем. Мы решили сегодня провести акцию «Литературная масленица». На «Литературной масленице» мы представили литературы классиков нашей русской литературы. Это и Тургенев, это и Куприн, это и Шолохов, это и Толстой и многие другие, в которых в этих произведениях были описаны или как ели блины, или рецепты. Но все было представлено про блины. На второй выставке у нас представлены литература с рецептами. И все это посвящено масленице? Да, это все посвящено масленице. Значит, у нас еще будут пословицы, поговорки, частушки, читают стихи свои наши слонимские поэтессы, читательницы про масленицу, про весну, про зиму. Так и блины будут? Да, и блины у нас на угощении. Желаю, что могут испробовать. Испробовать. Все блины, подавай, подходите, разбирайте, похвачьте, не забывайте. Как блины? Очень смачные, смачные, смачные. Думаю, наверное, такое не сделаешь. А, так чужое всегда вкуснее, да? Ну да, да, да. Согласна с вами.